Всем привет! Вы на канале StartAndroid, здесь Виталий Непочатов. И сегодня в рубрике «Как создать Android Application» мы с вами напишем небольшое приложение, которое сканирует и выводит на экран список Wi-Fi точек доступа в радиусе вашего устройства с указанием имени сети, типа защиты и уровня мощности сигнала. Создаем проект в Android Studio. Вводим имя проекта. Шаблон для проекта выбираем BasicActivity. Все остальные настройки оставляем по умолчанию. Видим макет контента главного экрана. Здесь удалим ненужное текстовое поле и вместо него добавим виджет списка ListView. На предпросмотре видно, у нас на экране будет список, который будет наполняться информацией о точках доступа Wi-Fi, обнаруженных поблизости. Поскольку стандартный вид списка нам не подходит, создадим макет пункта списка и настроим его под свои нужды. Сначала создадим файл макета с корневым элементом компоновки RelativeLayout. Добавим линейный компоновщик CleanerLayout. Нам понадобится 3 текстовых поля. Одно с крупным текстом и два с текстом помельче. Для этого идеально подойдут готовые виджеты, которые находятся на вкладке Design. Выберем один LargeText и два SmallText. Теперь изменим текст, который содержит текстовые поля на другой, необходимый нам. Идентификаторы этих полей нам не понадобятся, можно удалить. Эти поля будут отображать только заголовки. А для размещения информации о точках доступа создадим еще 3 текстовых поля, напротив уже созданных. Для этого можно просто скопировать весь линейный компоновщик с текстовыми полями и настроить его так, чтобы он отображался с правой стороны экрана. Здесь нам уже понадобятся идентификаторы, давайте их допишем. Так же для всего макета добавим пространство имен Tools, с помощью которого сделаем так, что текст полей справа будет отображаться только на предпросмотре. А еще добавим свойства выравнивания текста по правому краю текстового поля. А также добавим ограничение длины поля тип защиты. Оно может выводить длинные строки и текст будет наезжать на другие поля. Итак макет пункта списка готов, будем использовать его при построении списка. Теперь откроем макет ActivityMain.xml и настроим отображение кнопки. Мы будем использовать Floating Action Button, которая уже есть в макете, для запуска сканирования точек доступа. Нужно заменить иконку на кнопке на более подходящую. Для этого я предварительно скачал иконку с сайта materialdesignicons.com. Вы можете скачать ее по ссылке в описании видео. Скопируем иконку в папку Drawable и заменим стандартную иконку для плавающей кнопки. Прежде чем перейти к написанию кода приложения, добавим необходимые разрешения в манифест. Они нужны для получения доступа к списку сетей Wi-Fi, которые видит устройство. И, наконец, начнем писать код. В основном пакете создаем класс Element Java. Этот класс будет хранить описание полей пункта списка и будет использоваться адаптером при создании списка. Здесь три строковых переменных по количеству текстовых полей. Также создадим конструктор, инициализирующий все три поля. В этом нам поможет комбинация клавиш AltInsert. С ее же помощью создаем геттеры для всех полей. Всю основную реализацию напишем в классе главного экрана MainActivity Java. Для начала создадим необходимые переменные, затем в конце кода создадим внутренний класс адаптера, который будет заполнять список. Здесь для простоты мы создаем именно внутренний класс. А более подробно о создании и настройке своего адаптера смотрите урок 54 на нашем канале. Ссылка в описании видео. Объявим контекст. Также создадим конструктор, который будет принимать контекст в качестве параметра. В конструкторе мы передаем контекст, макет пункта списка и массив элементов списка. Далее пропишем реализацию заполнения пункта списка данными. Создаем объект Inflator, с помощью которого будем заполнять данными макет пункта списка. Находим макет по ID. Далее находим по идентификаторам каждое текстовое поле в отдельности и заполняем его данными. Продолжение следует... Продолжение следует... Последнее поле уровень сигнала будем заполнять не полученными данными, а по условию. Для этого нам нужно вычислять уровень сигнала. Поскольку Wi-Fi менеджер возвращает строку, будем приводить ее к формату int и настроим условия. В зависимости от значения уровня будем выводить в текстовое поле три слова высокий, средний или низкий уровень. Вся конструкция будет выполняться в блоке TryCatch с откловом исключения NumberFormatException, чтобы в случае ошибки формата приложение не упало, а вывело нам сообщение в консоль. Теперь напишем метод DetectWiFi, в котором будем считывать данные о доступных сетях, разбирать их и передавать адаптеру для наполнения списка. Сначала создаем Wi-Fi менеджер и запускаем сканирование. Результат сканирования сохраняем в список Wi-Fi лист. Далее создаем массив элементов и начинаем разбор данных. Как я уже говорил, Wi-Fi менеджер возвращает данные в формате строки, где различные параметры расположены по порядку и разделены запятыми. В цикле мы последовательно перебираем каждый параметр и получаем его значение, которое отделено от имени параметра . Нам нужны значения только трех параметров, идентификатор сети, тип защиты и уровень сигнала, заполняем ними каждый элемент массива. В завершение создаем адаптер, находим макет списка и присваиваем адаптер списку. Осталось только вызвать метод Detect Wi-Fi в обработчике нажатия кнопки Floating Action Button. По умолчанию используемый шаблон настроен так, что при нажатии Floating Action Button выезжает снэк бар с сообщением. Оставим это так, но изменим текст сообщения и длительность отображения снэк бара. Давайте наконец запустим наше приложение на реальном устройстве и проверим как оно работает. При нажатии плавающей кнопки список сетей выводится, но в нем отсутствует информация об уровне сигнала. А в консоли Android Studio мы видим, что выпадает исключение и отображается сообщение о неправильном формате данных. Допишем в метод Detect Wi-Fi код вызова строки данных, получаемых от Wi-Fi менеджера. При запуске и нажатии кнопки мы теперь видим, что в строке данных значения параметров отделены от имени параметра двоеточим с пробелом. Следовательно, нам нужно добавить пробелы в цикл, где идет разбор и заполнение массива данных для списка. Запустим приложение еще раз, теперь все нормально отображается. Но есть еще один нюанс, при повороте экрана Activity пересоздается и список исчезает. В манифесте можно настроить Activity так, чтобы оно не пересоздавалось при смене ориентации и в некоторых других распространенных случаях. В этом нам поможет атрибут ConfigChanges с такими параметрами. Теперь при повороте экрана Activity не пересоздается и список не теряется. Приложение нужно запускать на устройстве с версиями до Android 6.0. В шестой версии изменили подход к работе с разрешениями. Разрешение приложения запрашивает теперь не в момент установки, а в момент использования функции, требующей наличия разрешения. Поэтому для работы этого приложения на версии Android 6.0 и выше необходимо дописать проверку наличия необходимых разрешений и запроса разрешения при его отсутствии. Этим мы займемся на одном из следующих уроков. Следите за новостями на нашем канале. А этот урок подходит к концу. Исходный код проекта, как всегда, доступен в текстовой версии на сайте Fandroid.info. Ссылка на экране и в описании видео. А я прощаюсь до следующего урока. С вами был Виталий Непочатов. Всем добра!